Приветствую вас на канале компании Мариади и в нашем сегодняшнем видео посвященном британскому университету Англия Раскин. Если вы ищете практическую информацию об этом высшем учебном заведении в Англии, его особенностях и возможностях обучения, то вы попали точно по адресу. Сегодня мы отправимся на экскурсию по одному из кампусов университета. Мы это как всегда я, Адиль и моя коллега Анастасия, но и также замечательная Модеста, с которой познакомимся через секунду. Надеюсь, вы, друзья, готовы отправиться в интересное путешествие по Англия Раскин университет. Присоединяйтесь к нам. Друзья, Мариади продолжает свое путешествие по английским университетам и сегодняшняя наша остановка это Англия Раскин университет. Университета три кампуса. Мы сейчас находимся на одном из них, называется Chelmsford Campus. Есть еще кампус в Кембридже и кампус в Питербору. Мы после визита этого кампуса собираемся поехать в Кембридж, но в Питербору не поедем, потому что вот нам сейчас Модеста рассказала о том, что там учат будущих медсестер и он достаточно маленький. Видео по кампусу в Кембридже, ссылку на это видео вы найдете в подписи к этому. Модеста, представитель университета. Здравствуйте. Она сама из Латвии, но говорит то, что многое понимает на русском языке, но говорит не важно. Поэтому мы будем общаться с ней на английском языке и она любезно нам согласилась показать кампус этого замечательного университета. 7000 здесь учатся студентов, 18% иностранцев. Говорят то, что здесь очень сильная бизнес-школа и самый большой trading floor. Это для будущих брокеров, финансистов. Туда тоже мы обязательно заглядем. Будущим финансистам будет интересно, но также будет интересно будущим инженерам и медикам, потому что эти департаменты в этом университете очень сильны. Пойдемте с нами. В 2018 году Англия Раскин университет получил звание университета года в Великобритании в номинации «Общее качество обучения». Поэтому сомневаться в том, что этот университет готовит замечательных специалистов, не стоит. Ну а если вы доверяете премиям и рейтингам, то вот вам еще один факт. Англия Раскин университет является одним из лидеров Великобритании по количеству выпускников, которые успешно трудоустроены в течение 6 месяцев после окончания учебы. Высокий уровень трудоустройства выпускников уж точно говорит о многом. Если вы заинтересовались медицинскими или инженерными специальностями, то по ссылкам в описании найдете отдельные выпуски о них. А в этом ролике мы начнем нашу прогулку с бизнес-школы. Итак, это главное здание, да? Да, это здание бизнес-школы. Бизнес-школа. Здесь нужно нажать. Давайте пройдем через ту. Да, конечно, а не через крутящуюся. Это бизнес-школа, а также и студенческий союз. Студенческий союз мы увидим чуть позже. Хорошо. Здесь находится главная столовая, рецепция и также бизнес-школа. И я думаю, что мы начнем с библиотеки и затем прогуляемся по супер-лаборатории. Это логичное начало. Библиотека? Да. А насколько большая ваша библиотека? Сколько этажей? Три. Ну, вообще четыре, в зависимости от того, как считать, если считать с нижним этажом. На первом этаже библиотеки рабочая зона. И чем выше поднимаешься, тем они тише. Понятно. Поэтому внизу студенты могут разговаривать. И все устроено более для групповой работы. Студенты могут пользоваться этими капсулами. И также можно забронировать комнату, правда? Да, можно забронировать. Ну, это здорово. Здесь можно поработать над групповой презентацией. Это очень хорошее место. Хорошее пространство. А все книги наверху. Но сейчас большинство книг в цифровом формате. Поэтому большинство литературы есть онлайн. Студенты больше не читают книги. Да, да. Во время семестра библиотека работает 24 на 7. Ну, а летом и на каникулах рабочие часы немного ограничены. Ну, а если сюда зайти перед самыми дедлайнами, то здесь обычно очень оживленно. Все занято? Да. И давайте теперь пойдем наверх. Чтобы посмотреть, где находятся компьютеры и так далее. Хорошо. Идем наверх. Раз, два, три, четыре. Четыре этажа, да? Да. Как вы и сказали. И, кстати, это самое старое здание на кампусе. Его открывала сама королева. Королева? Да. И в те времена это здание получило премию как самая экологичная. Потому что здесь требуется очень мало отопления. Солнце проходит через крышу и все окна автоматические. И в зависимости от температуры они закрываются и открываются. Круто! И также со шторками. И поэтому оно очень экономичное с точки зрения отопления. Все, да. Температура настраивается сама собой. Да, да. Этические окна, представляешь? И вот был сделан дизайн здания для того, чтобы это было теплоэкономно. Здесь используется очень мало отопления благодаря этой системе. Кто-то спит. Студент устал от учебы. Но можно хоть есть место где поспать. То есть 24 часа работает библиотека. Да. Зачем ей в комнату возвращаться? Здесь у нас центр учебных навыков. Там проходит очень много поддерживающих занятий для студентов. Например, по академическому письму. Также у нас есть три сессии урока английского для студентов. Поэтому, если они хотят продолжать улучшать свой английский, то можно сделать это здесь. Есть такая возможность. У вас также есть собственные курсы Foundation. Наши курсы Foundation проводятся на авитос. А, понятно. Но все студенты, даже на магистратуре и аспирантуре, могут пользоваться всеми поддерживающими услугами. Бесплатными уроками английского, бесплатными семинарами с использованием цифровых библиотек и другими различными занятиями. Хорошо. Мы в Мариаде также рады оказать любую поддержку, необходимую нашим клиентам при поступлении в то или иное учебное заведение. Помощь в выборе. Ценные советы. Помощь с документами и общение с представителями школ и вузов. Ответим на любые вопросы, даже самые необычные. И постараемся подобрать учебное заведение именно по вашему запросу. Все это совершенно бесплатно во время ваших консультаций. Если хотите с нами в компании Мариаде связаться и познакомиться со мной, то это можно сделать различными способами. Выбирайте любой в описании под этим видео. Ну а мы пришли в студенческую столовую, святая святых любого университета. А это главная столовая университета. Да, да. Также у нас есть еще один студенческий бар и несколько маленьких кафе. И также китайская забегаловка на улице. Понятно, хорошо. И центр города где-то в 10 минутах пешком, поэтому достаточно удобно. И мы пойдем через столовую. Да, вон туда. И как здесь еда? Вкусная. Всегда есть несколько различных вариантов. Сейчас время завтрака. Да, но уже начинают накрывать и обед. Хорошее настроение у всех. Да. Они просто начали завтракать для завтрака. Вот, пожалуйста, салатики. Это что такое? Какие-то котлеты по-киевски. Это что такое? Это что такое? Vegetable spring rolls. Это роллы, да. Ага. Классическая джакет-патейца, пожалуйста. Это картошка. Да. А, вот она. Два фунта. Цены смешные. Для бедных студентов. Библиотека, скиллс-центр, студенческая столовая, чек-чек-чек. Предлагаю теперь посмотреть, где же проходят занятия студентов Англия Раскин. И здесь комнаты могут быть разделены на две части. То есть, в общем-то, здесь две комнаты. И есть специальная стена, которую можно сдвинуть. Да, раздвижная стена. Мне кажется, она так называется. Поэтому удобнее использовать маленькие аудитории для семинаров. Но если проходят какие-то мероприятия, или приходят какие-то спикеры для того, чтобы обучать студентов на лекции, то стена сдвигается. Все такое новенькое, да, чистенькое. Я первый раз умею, чтобы лекции не врезал, разделяли. Очень удобно. Не, ну это семинарные комнаты. Сидят островками. Так, чтобы командно было. А это самая важная вещь. Именно так студенты отмечают свое присутствие. Понятно. Есть 20-ти минутное окно. И нужно приложить карточку за 10 минут до начала лекции и в течение 10 минут после начала. Если ты опоздал на 11 минут, где бы ты не отмечался, твое присутствие не будет записано. Понятно. Классный способ заставить всех приходить вовремя и не смываться с лекции тоже. Ага. Это одна из классных комнат. Ага. Классно, да, вообще. И на большинстве занятий студенты будут работать в малых группах, как и в реальной жизни. Ты не всегда работаешь один, а в основном в команде. Хочешь ты этого или нет. Учителя дают им задания, а студенты сидят за столами и работают над проектом. Ну или чем-то еще. Например, наши студенты на курсе управления цепями поставки всегда делают такие задания, как, например, симуляция логистических цепочек. Они импортируют продукт откуда-либо. Да, и каждая команда имеет различные задания, но при этом они работают все на одну финальную цель. И Модеста только что упомянула, что прямо вот перед нами, обратите внимание, видно из окна, это National Resort Center, это парк, река. Здесь река. Да, река Челма. Как еще раз? Челма. Челма, хорошо. Студенты могут погулять по тропинкам в этом парке. Я считаю, очень даже уместно, уместно, да. Расположение столов в классе, думаете мелочь? Я посетил уже столько учебных заведений за свой долгий опыт работы в сфере зарубежного образования и могу сказать с уверенностью, нет ни мелочи. Ведь это сразу же демонстрирует методы преподавания в университете. Не глупое заучивание, зубрежка и вдалбливание, а поиск истины через обсуждение и дискуссию. С радостью поделюсь с вами другими особенностями, на которые обязательно стоит обращать внимание при выборе университета. Этих особенностей очень много. Поделюсь во время вашей бесплатной консультации. Вот он лекционный зал. Это один из лекционных залов. И если вы помните, когда мы входили сюда, то на входе была такая серая металлическая часть здания. И мы сейчас в ней. Да. Очень интересный дизайн. Да. И во всех наших лекционных залах сейчас, возле рабочих мест, есть розетки. Так как студенты, конечно же, приносят с собой ноутбуки и другие девайсы. Поэтому здесь их можно заряжать. Все супер оборудовано по последнему слову техники. Пожалуйста, микрофон. Можно подключить, видимо, ноутбук. Айпад. И, конечно же, двери есть как снизу, так и сверху. Иногда, например, когда студент опаздывает, можно легко прошмыгнуть. И они приносят как можно меньше неудобств другим. Просто можно зайти сзади. Также, не в этой конкретной комнате, но в некоторых других лекционных залах университета, нижние двери будут закрыты, как только лекция началась. Поэтому, если опоздаешь на 5 минут, то не сможешь через них пройти. Только через верх, чтобы не отвлекать других студентов. Конечно, конечно. Хорошо. Ну, а что кампус Челмсфорд может предложить для занятий спортом? Натянутый бадминтон. Ну, он расчерчен под разные виды спорта. Тренажерный зал. Да, есть малый тренажерный зал. И его можно посещать за 68 фунтов в год. 68 фунтов в год, да. Поэтому достаточно дешево. Но он маленький. Я плачу 60 примерно столько же за 2 месяца. Также будет какой-то марафон. Да, тренажерный зал маленький, но для базовых вещей подходит. И также есть различные уроки по фитнесу, зумби и так далее. И также мы участвуем в профессиональных спортивных соревнованиях с другими университетами. Но также есть виды спорта, которыми можно заняться просто для себя. Просто, чтобы развлечься. Или попробовать то, чем раньше никогда не занимался. Поэтому есть уровни как для новичков, так и для профессиональных соревнований с другими университетами. А это наш информационный центр. Я не знаю, почему он сегодня закрыт. Обычно он всегда открыт. Информационный центр? Да, это информационный центр, где студенты получают свои ID-карточки. Также забирают свои документы, когда приезжают в университет. Также, если хочешь поговорить с консультантом, например, на тему расширения сроков. Тогда тоже можно прийти сюда. Хорошо. Вы говорите, что это студенческий союз? Да. И он управляется студентами. Оказывается, управляет всем этим студентом. И в течение дня здесь можно также перекусить. Каждый может вызваться этим заниматься? Да. В студенческом союзе студенты могут даже работать. Им платят? Да. О, понятно. Ну и, конечно же, в студенческом союзе есть различные сообщества, клубы, не только этот бар. Но здесь в течение дня можно что-то перекусить. То есть мне не нужно идти в главную столовую? Нет. Можно и сюда прийти и что-то покушать. Все наши клиенты, когда поступают в университет, хотят участвовать в студенческой жизни наравне с другими иностранными и также местными студентами. Найти друзей и по учебе не отставать. Поэтому я всегда говорю, что главное это хороший уровень английского. Без него никак. Поэтому, если вы уверены в своем английском, то добавив немного целеустремленности и энергии, я уверен, что у вас все наверняка получится. Ну а если есть сомнения, то мы готовы вам помочь. Можем предложить вам занятия английским онлайн в рамках нашего Toki Toki клуба от Мариани. Носители языка, подготовка к экзаменам, разговорные сессии и многое другое. Обязательно уточните у наших менеджеров об этой возможности. Все, что мы перед собой видим, это здание университета. Да. Получается университетский такой небольшой, уютненький городок. Все? Да. Мы были в инженерном блоке, сейчас посмотрели спортивный зал небольшой. Великолепная столовая, очень вкусные запахи в которой, потому что сейчас обеденный перерыв. Может быть мы там остановимся перекусить перед нашим путешествием в Кембридж. Как я упоминал в начале видео, у университета Англия Раскин три кампуса. И мы побывали в двух из них. Челмсфорд и Кембридж. После просмотра этого видео предлагаю вам также ознакомиться и с выпусками с Кембриджа. Ведь эти кампусы очень сильно отличаются. Ссылки, как всегда, мы оставим в описании. Включила, да? Отлично. Твоя посадка была очень смешной, на самом деле. Очень мягкая. Очень мягкая, да. Здесь можно прямо вот это такая. Поэтому вместо того, чтобы спать в библиотеке, можно сделать это здесь. Точно? Настя, ну как тебе университет понравился? Вот ты вот в этом кресле, пляжном. Пляжный крест. Как своя, да. Не хочется вставать? Нет. Нет? А я боюсь, что он мне слишком... Я не достану. Нам еще в Кембридж ехать. Окей, давай я тебе руку подам. Спасибо. Вот все вылезло отлично. Спасибо большое за то, что провели с нами так много времени. Мне было приятно. И показали нам все. Нам очень понравился кампус университета. И вы точно вскоре увидите здесь наших студентов. Великолепно. И как сказала Дарья, вы очень поддерживаете их. Надеюсь. Поэтому мы можем быть уверены, что наши студенты будут в хороших руках. В хороших, заботливых руках. Совершенно верно. Вы помните, чему я научил Ричарда? Добро пожаловать? Да. Ну, по-моему, уже не добро пожаловать. А до свидания. Нет? Вы уже уезжаете в Кембридж. Да. Мы теперь направляемся в Кембридж. Поэтому для нас до свидания. Для будущих студентов добро пожаловать. Да. В общем, большое вам спасибо. И вам большое спасибо. С нетерпением жду вас на нашем кампусе. Мы с Анастасией тоже прощаемся с вами, но только ненадолго. Ведь на нашем канале постоянно выходят новые выпуски с обзорами лучших учебных заведений мира, с новостями из Великобритании и из мира зарубежного образования. И также travel-видео из самых разных стран, в которые мы отправляем учиться наших подопечных. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, если еще этого не сделали, и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Отправляйте нам ваши вопросы, пишите комментарии. А мы с вами увидимся уже в следующих выпусках или во время вашей бесплатной консультации. Пока-пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. КРИК. БОГЕЙПЫ. ПОРИangerh السкотыг. КРИК. ЕКВЕРАЕТ. ПОРИНО Schw450.